Здравствуйте! Не знаю, работает ли этот телефон? Мне просто такой удобней. Я Мария Мускевич. Сюда, да? Нет, сюда. Да? Окей. Так, добрый вечер. Меня зовут Мария Мускевич. Я продюсер «Контактного кино». И я здесь для того, чтобы поделиться с вами своими знаниями о том, как снимать видео, как выбирать точку съемки, как выбрать правильный ракурс, как подобрать вопросы для интервью с участниками мероприятия. Все это делается, все это как бы предполагается, чтобы вам это все может быть полезно, если вы захотите сделать какой-то видеорепортаж или ролик с места событий по итогам каких-то ивентов, которые вы проводите, ну или просто во время какой-то акции или мероприятия. А также мы затронем вопрос онлайн-трансляции, потому что, в общем, это очень важно, выстроить эту онлайн-трансляцию таким образом, вскадрировать онлайн-трансляцию для того, чтобы люди, которые захотят посвятить вечер, чтобы посмотреть ваши мероприятия с помощью онлайн-трансляции, чтобы было, ну, по крайней мере, хоть что-то видно. Вот. Я, наверное, все-таки сяду вот туда и буду... А, ты, да? Хорошо. Значит, начнем мы с того, что я вас познакомлю с таким понятием, как план, то есть, как будто все видеооператоры между собой общаются, и, допустим, там, режиссер с оператором на площадке общаются друг с другом на языке с планом. Да? Когда, например, режиссер видит, что снимать нужно как-то по-другому, он может сказать «возьми общее» и «возьми крупнее», или, там, «поменяй план». Это вот оператор понимает на этом языке, что имеется в виду. И для того, чтобы вам тоже как-то стало понятно, как правильно снимать, я должна вас познакомить вот с алфавитом, с азами этого языка. Просто как раз недавно я вернулась с одного мероприятия. Мы проводили с моими хорошими друзьями и партнерами круппаниковой платформы «Планета.ру» мероприятия в Новосибирске. И там я как раз на айфон просто поснимала, чтобы выложить в Фейсбуке какие-то картинки. В общем, я эти картинки как раз использовалась в создании этой презентации. А для чего я снимала, да? Потому что я снимала для того, чтобы я хотела выложить фоторепортаж. И, естественно, любой фоторепортаж, как и видеорепортаж, он тоже снимается, скажем, по тем же самым основам, используя разные крупности, чтобы было интересно смотреть. Например, это пример общего плана. Что мы видим? Съемка осуществляется из точки вот где-то вот оттуда, то есть, если бы, например, не надо было снять это мероприятие, чтобы взять общий план, чтобы туда попали и люди, сидящие в аудитории, и баннеры, что особенно важно для партнеров мероприятия, чтобы баннеры попали туда, и оба спикера видны, и даже что-то видно, что на экране. Плюс передается как бы общая атмосфера, это общий план. Это обязательно важно, чтобы вы его сняли, потому что только через общий план вы можете передать вообще, где это все происходит. И только потом уже вы приступаете к съемкам каких-то других деталей. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, это третий слайд. То есть, мы приближаемся на несколько шагов, ну, в зависимости от масштаба аудитории. Если у вас мероприятие происходит на стадионе, то общий план, он может быть откуда-то совсем там, с точки даже за пределами самого стадиона, где-то там трибуны, самую верху. То здесь у нас все происходит вот, например, с такой аудитории, как эта. То есть, чтобы перейти от общего плана среднего, мне достаточно пройти несколько шагов, пять шагов, чуть-чуть приблизиться. И если на предыдущем слайде не видели двух человек в одной картинке, то теперь это две разные картинки, каждый спикер в отдельную, да, и уже все, сразу оба падера не подходят, не полезая туда, может, хватит только один какой-то, ну, и часть экрана. Можно дальше. И теперь логично крупный план. Приблизились еще ближе, взяли крупнее где-то по поиск каждого спикера, каждого человека, и мы уже теперь можем различить там черты его лица, передать какую-то эмоцию. То есть, крупный план используется для того, когда нам надо сделать акцент на конкретном человеке и на том, что этот конкретный человек говорит и что он у себя представляет. То есть, познакомив аудиторию с пространством, где все происходит, мы можем приблизиться к героям в данном случае и уже познакомиться поближе с ним. Дальше. Сверхкрупный план, как вы видите, это бейдж на скобе спикера, и мы можем уже разглядеть, и как зовут этого человека. Но в данном случае я просто сделала акцент на бейджике. На самом деле, это может быть акцент на глазах, это может быть акцент на такой сверхкрупный план, когда режется лицо вот так, совсем крупно-крупно. И, наверное, это не очень уместно сделать интервью, но, может быть, уместно в качестве какой-то детали, когда нам, ну, это может пригодиться. То есть, операторы обычно, они снимают все, что бы не происходило вокруг них, они снимают вот по таким правилам, начиная от дальнего плана к сверхкрупному. Ну, вот здесь мне просто показалось, что эти интересные детали продемонстрировать эмоцию, которая в руках у человека, который говорит, ну, и заодно сделать акцент на том, кто, собственно, этот человек. Ну, и просто забавная деталь, что он бейджик прикрепил рукавчик к футболке, это может как-то оживить, ну, репортаж, да, ну, что-то неожиданное. Но я потом пожалела, что я с ней сняла не тот рукавчик, потому что у этого парня, у него очень классная татуировка на другой руке, вот. И я поняла, что это была фотография, ну, и вот, как бы, кадр, да. То есть вы же понимаете, что это фотография, но на самом деле все это может быть стоп-кадром, внутри или видео. И, как бы, не зря всех операторов, и в Афгите в том числе, их вначале учат сфотографировать, потому что через фотографию, через стоп-кадр, через замеже, живое движение, человек начинает просто вот, ну, понимать, как воспринимать действительность через объектив. Вот. Ну, я подумала, что, конечно, с татуировкой эту фотографию в Фейсбуке получила бы гораздо больше лайков. Ну, ничего страшного. Так она тоже хорошо сыгралась. А потом и дальше. Да. Значит, теперь я вам расскажу, что такое, то есть мы говорили про крупности, про крупности все понятно, или это такой, знаете, очень поверхностный взгляд, очень такой самый-самый-самый простой, мне кажется, тут должно быть все понятно. Теперь мы поговорим про такое понятие с обратной точки съемки. то есть это не крупность, это схожее понятие, но речь идет просто о том, как, откуда, откуда ты смотришь на происходящее событие. Вот, например, это взгляд через окно, потому что здесь, ну, это как бы такая аудитория, из стекла, стеклянная стенка, и ванер стоит снаружи. И я сделала эту фотографию, чтобы, ну, просто, она немножко такая атмосферная, то есть как будто я немножко подсматриваю за тем, что происходит. То есть очевидно, что это не может быть основным ракурсом для рассказа о том, что там происходит, но это просто добавляет какой-то атмосферности, что там стеклянная стенка, что вот там что-то такое происходит, какая-то интрига. То есть с этого, например, можно было бы начать видеорепортаж вот с такой заставкой, но это не может быть как бы основным планом, да? И, например, снять... Вот сейчас это какой план? Вот, то есть точка... Средний. А? Средний. Нет, это общий. Это общий, потому что мы здесь не видим никаких деталей, и, например, если у меня хорошая камера, позволяющая зуммировать, зуммирование — это вот как раз вот движение, ну, как бы смена планов. Ну, даже по фоне на самом деле, мы как бы... Там есть возможность раздвигать картинку и как бы поднаехать, да? То есть я, опять же, использую вот эту технологию, оператор, ну, режиссер, там, может, эксподент сказать, поднаесть на, ну, как бы, на происходящее, да? То есть я делаю наезд внутрь, внутрь этой картинке, туда ухожу и делаю, допустим, акцент на чем-то там, да? Но это, допустим, только с хорошей оптикой, возможно, на айфоне, наверное, через стекло это получило бы, ну, очень грязная картинка, ну, я бы так не стала делать. Ну, в принципе, это возможно, да? То есть взять такую точку съемки и сделать еще более глубокий план. Следующий. Взгляд из-за спины. То есть вот такой хороший ракурс, он может тоже пригодиться для... Ну, как бы, для чего все это делается? Для того, чтобы дать ощущение зрителю, ну, как бы, объема картинки. То есть мы не как в театре. Вот есть анекдот про двух операторов телевизионных. Один другому говорит, завтра выходной, пойдем в театр. А кто-то ему отвечает, что я идиот два часа на дальний общий план смотреть. То есть оператору это, ну, как бы, скучно сидеть в театре. Там что происходит? Зритель сам по воротам своей головы. То есть мы, в принципе, все на предвижении своей жизни мы постоянно кадрируем нашу жизнь. Мы выбираем, куда посмотреть, насколько пристально посмотреть. И в театре, собственно, театралы этим пользуются навыком активно, потому что иначе действительно смотреть на дальний общий план очень скучно. И театральные режиссеры, они активно используют такой прием, как свет, да, чтобы с помощью света, прожектора подчеркнуть, ну, как бы, куда тебе смотреть. И, как бы, играют с этим. Мы же играем этим приемом с помощью оптики, с помощью кадра. И мы можем, допустим, вот показать такую точку съемки из-за спины нашего героя. В данном случае это спикер, который ведет воркшоп. Соответственно, если бы кто-то из вас захотел снять то мероприятие, которое происходит отсюда, то есть надо было бы встать вот здесь, за мной, сделать кадр через меня, там, через ухо, да, вот туда. И сделать на чем-то такой акцент, ну, что-то подчеркнуть. Так, следующий план. Взгляд через деталь. В данном случае деталью является вот эта поднятая рука и фокус, фокус, ну, как бы, акцент. То есть она резкая, и мы покажем, как бы, что там много поднятых рук. Вот это вот как раз сцена, где спикеры, ну, тренеры задают в аудиторию вопрос, что вы знаете, кто знает, что такое краудфандинг, да, и такое количество людей подняли руки. И вот это тоже очень классный такой момент, поймать вот эту поднятую руку, особенно если ты знаешь, что этот вопрос будет звучать, и что будет такая реакция. Заранее встаешь в эту точку, вот, и оттуда снимаешь, знаешь, что попадет все. И спикеры, и люди сидящие, и баннеры, опять же, которые так любят партнер, чтобы эти баннеры были как. Вот, я не просто так это вам все произношу. Я думаю, что многие здесь из вас имеют опыт организации мероприятий, и, конечно же, там есть какая-то символика. И, конечно, потом отбираются те именно картинки или те видюшки, где вот эта символика попадается, потому что это всегда бывает важным. Вот этот какой план, как вы его обзовете? Общий, все правильно, вы уже все это освоили, это общий план. Вот. Теперь, если вернуться к вопросу о онлайн-трансляции, то я задам вам вопрос вот из тех картинок, из тех планов, которые я вам показала, какой бы вы выбрали ракурс для организации онлайн-трансляции, например, лекции. Помогай назад, пожалуйста, под парой сейчас, чтобы ребята посмотрели. Вот вы выбираете план. Вы почему? Хороший план, да? Привет, смотри. Средний или крупный. Средний или крупный. Средний или крупный. Да. Вот. А мне, например, нравится такой вариант, потому что идеально, если у вас есть онлайн-камера, то есть веб-камера с возможностью зуммировать, такие камеры есть, действительно, они просто подороже, чуть посложнее, то есть у них есть возможность поднаехать на объект, и, допустим, вначале вы можете показать, выстроить общий план, продемонстрировать для ваших онлайн-зрителей, где все это происходит, сколько там находится зрителей, а потом, когда уже спикер начнет говорить, вы поднаезжаете на него. То есть вообще, на самом деле, если речь идет об онлайн-трансляции лекции или какого-то события, где есть один ключевой наступающий человек, то крупный план – это идеальный вариант, потому что все-таки… Вот, например, представьте, что вы разговариваете, естественно, по скайпу. Вот. Вам, наверное, хочется, чтобы этот человек волкнули черты лица или граниты его эмоций, его глаза, чтобы они были хорошо видны. Вам, наверное, не захочется, чтобы ваш собеседник стоял где-то в конце комнаты и там из темноты что-то говорил. Это, наверное, будет не очень здорово для вашего общения. Соответственно, вам надо и для организации онлайн-конференции, если это онлайн-трансляции, опять же, если это вот что-то такое статичное, максимально этого человека постараться приблизить к зрителю, ну, и для того, чтобы, как бы, они вот общались. Если там происходит что-то сложнее, чем просто лекция, если там, допустим, два лектора сидят, вот как здесь, да, то надо думать заранее об этом и предположить, что вы как-то сажайте более-менее компактно, чтобы они оба попали в кадр, чтобы при этом камера была расположена не где-то там вот наверху, сверху, да, вот сейчас-то я такие трансляции иногда вижу, когда камера устанавливается где-то под потолок, да, и предполагается, наверное, вот человек, который организует и устанавливает туда камеру, он думает, что, наверное, вот так будет лучше, потому что, если вдруг у меня спикер начнет вот так вот ходить туда-сюда, там или танцевать и прыгать, то это все попадет в кадр. Вот, на самом деле, тоже есть такая хитрость, вот когда оператор стоит за камерой, ему надо выйти покурить там или что-то позвонить или еще куда-нибудь, вот, он что делает? Он ставит максимально общий план и выходит на 5 минут или на 10. Он просто знает, что что бы ни произошло в этот момент вот в этой аудитории, камера это заснимет. Вот, если вы помните, у нас на избирательных участках, когда устанавливали камеры в 11-м и в 12-м году, вот их как раз вешали куда-то под потолок для того, чтобы все было видно как на ладони. Наверное, если задача стоит зафиксировать какой-то процесс, то это правильно. Но если вы реализуете онлайн-трансляцию и рассчитываете на то, что там сидят какие-то люди, которые выделили время для того, чтобы посмотреть эту онлайн-трансляцию, что у них, может быть, ну, как бы им хочется почувствовать себя участниками этого мероприятия, то, конечно, вот таких общих, совсем, планов быть не должно. То есть вы, во-первых, либо предупреждаете ваших спикеров, что у вас ведется онлайн-трансляция, просите их как-то даже вот, ну, ограничивать их движение, что вот, пожалуйста, не выходите вот туда или туда, он нас там камеру уже не берет. Вот, пожалуйста, сидите вот здесь вот рядышком, и тогда вот мы вас будем снимать, вас будет хорошо видно. Говорите обязательно в микрофон, потому что иначе ничего не будет слышно. И вот, в общем, таким образом это все у вас должно получиться более-менее хорошо. Есть разные, ну, мы еще вернемся к онлайн-трансляции. Можно поморгать? Да, значит, еще. А, нет, раньше, раньше на вас, еще раньше на вас. Да, вперед, все, просто, я прошу прощения, тяжело, когда с вами управляешь. Вот, я как раз про ракурсы онлайн-трансляции еще хочу сказать, как их можно тоже выстроить. Проблема в том, что часто у спикера есть какая-то такая презентация, где много мелких деталей. И проблема заключается в том, что, естественно, онлайн-трансляцию хочется организовать таким образом, чтобы в кадре был и говорящий, и, собственно, сама презентация. Это очень сложно. Вот, допустим, такой ракурс более-менее удачный. Ну, почему? Потому, ну, вот, он просто сейчас отвернулся, этот, как бы, стоп-кадр, да, где человек отвернулся. Ну, конечно, он обычно вот стоял вот где-то так, да. То есть он разговаривал с аудиторией, иногда поворачивался, что-то показывал на экране. Это удачный вариант лишь только потому, что здесь очень большой экран относительно говорящего. То есть если у вас вот занимает презентация почти всю стену, в данном случае, если бы вот я стояла вот так, а сзади меня вот так на всю стену была бы моя презентация, то для онлайн-трансляции, пожалуй, это идеальный вариант, потому что, ими, вы можете делать кадр по мне, да, вы можете взять общение, и все войдет. И я войду целиком, и я могу камеру выходить как угодно, и все, что на презентации будет, тоже будет видно. Опять же, если там нет каких-то мелких графиков, если там есть какие-то мелкие графики, там, что-то такое, что нужно читать с лупой, то в любом случае, как бы вы ни старались, это ничего не будет видно в этом случае, лучше вам заранее эту онлайн, эту презентацию получить у вашего спикера, и как-то для желающих присоединиться к онлайн-трансляции сделать возможность, чтобы они ее дополнительно скачали и имели как бы у себя, да, тогда это будет, очевидно, комфортней, и, ну, это только нужно с вашим спикером заранее обсуждать, потому что он может быть против такого, что его презентацию скачает там тысяча человек, вот. В противном случае, если у него его выступление очень сильно завяжено на эти графики, то, ну, онлайн-трансляция, наверное, не будет успешной, точнее, ну, как бы половину, большую половину полезной информации, люди, которые будут присутствовать дистанционно, они ее пропустят, или потом все-таки нужно будет это где-то скачать. Следующий слайд. Вот. Такой вариант тоже, ну, собственно, то, о чем я и говорила. В кадре спикеры презентации это, в общем-то, достаточно, если презентация состоит в основном из картинок. На самом деле это тоже все можно со спикером заранее обсудить, сказать, что у нас есть онлайн-трансляция. Если, пожалуйста, учтите, если вы готовите специальную презентацию для нас, то постарайтесь сделать ее в основном состоящую из картинок, фотографий и каких-то крупных элементов, потому что, ну, нам как бы это важно для наших онлайн-зрителей. И вообще, на самом деле, спикер это должен понимать, что, к большому счету, есть презентации, которые смотрят на компьютере, а есть презентации, которые существуют на экране. И, конечно, он перекружается мелкими деталями огромным количеством цифр и графиков. Это, ну, просто не очень правильно. Вот, кстати, вот эта камера работает на онлайн-трансляциях? Как ты думаешь? Я спрашиваю. Нет, она просто снимает. Она просто снимает. Ну, на самом деле... Как не надо снимать, я понял. А? Это пример того, как не надо снимать. Нет, 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 почему? Я сейчас посмотрю, как она снимает. Ну, сейчас я уже покрупнее сделаю. Она снимает в целом нормально. Но вот это вот... Это я здесь стою обычно? А, ну тогда окей. Вот. Там просто полэкрана, стена пустая. Я хотела бы сказать, а почему здесь пустая стена? Здесь нет ничего. Но, в общем-то, это просто я здесь стою обычно. Поэтому там, в смысле, когда меня здесь нет. Ну, на самом деле, если бы эта камера работала как онлайн-трансляция, то было бы здорово, если бы Алексей меня заранее об этом предупредил. Тогда я бы периодически обращалась бы на нее и так... Ну, что-то такое. Правда? То есть, ну, как-то вот так вот. На самом деле, профессиональные спикеры, они... Это здорово смотреть, как они работают на камеру. То есть, они общаются с аудиторией. А потом, периодически, где-то раз в две-три минуты, они делают какой-то месседж прямо вот в эту камеру. Или в ту камеру. То есть, если там в двух камер идет трансляция, тогда у людей, которые смотрят эту онлайн-презентацию, у них есть ощущение, что говорят прямо лично с ними. То есть, это прямо к ним идет посыл. И они чувствуют себя более включенными. И тогда они, скорее всего, не отвалятся сразу от этой онлайн-трансляции через пять минут. Вот. Ну, это, как бы, уже такое сверхтребование к спикеру. Вы можете просто ему нагонуть. У нас есть онлайн-трансляция, камера стоит бы здесь. Пожалуйста, периодически, иногда, ну, машите нашим товарищам, которые смотрят вас через онлайн-трансляцию, им это будет очень приятно. Так, что дальше у нас? А, ну вот. Это, например, сложная конструкция, когда в кадре два спикера и презентация. Ну, это на самом деле просто... Их можно так поставить, да? Они здесь так стоят просто, потому что вот эти два товарища, они очень профессионально работают в дуэте. То есть, они работают с аудиторией, читают лекцию в паре. И они сделают это уже так много раз, что они уже просто отработали максимально правильное, как обстоять, как им поучиться говорить. И, в принципе, вы ваших спикеров можете поставить точно так же. И сказать им, что вот стойте и не куда-нибудь уходите. Тогда у вас всегда будет нормальная, хорошая картинка. Так. У онлайн-трансляции, у онлайн-трансляции есть ли какие-то вопросы? Понятно? Про звук, может быть. Да, про звук. Про звук. Значит, ну, конечно, лучше говорить в микрофоне. Для онлайн-трансляции, для съемок мероприятий. То есть, не отказывайтесь от того, чтобы у вас был микрофон, потому что звук, в противном случае, будет очень плохой, грязный. Конечно, если у вас есть такие вот эти петлички микрофонные, которые можно цеплять на одежду, и эта петличка, там, ради этой передачи, которые петлички вставляются в камеру, ну, если нет всех этих приспособлений, то можно просто положить диктофон или даже второй телефон в функции диктофона рядом с говорящим, на всякий случай. Таким образом, если у вас вдруг камера записала очень плохо этот звук, то вы потом можете синхронизировать картинку со звуком, и, в принципе, это тоже может спасти ситуацию. Что касается освещения, да, надо еще сказать про освещение. Ну, здесь достаточно хорошее освещение. В общем, в принципе, вам надо, конечно, следить за тем, чтобы ваш говорящий был хорошо освещен. Вот, но тут есть такая проблема. Если хорошо освещен говорящий, то, как правило, ничего не видно, что на презентации, если это проекторная презентация. Вот, тут, конечно, сложно. Что можно сделать? Можно чуть-чуть, ну, это зависит от помещения. Есть ли возможность как-то приглушить свет, ну, как фрагментарно, да, то есть чуть-чуть приглушить свет в зале, поставить его на, так скажем, на ту часть, которую, условно, можно назвать сценой. Но, конечно, тут иногда бывает конфликт, конфликт между тем, что лучше для того, чтобы людям была контрастная нормальная презентация, или что лучше, что получат по картинке люди, которые смотрят это через онлайн-трансляцию. Тут иногда надо просто сделать выбор, что вам важнее. Так, дальше. Скатрирование интервью. То есть, предполагается, что вам по итогам вашего мероприятия захочется получить какой-то ролик небольшой, который потом вы сможете распространять со стороны, и показывать вашим друзьям и партнерам, и вообще на память. Подчеркну, что этот ролик должен быть снят на другую камеру, а не на ту, которая используется у вас для онлайн-трансляции или просто для съемки, или выступления, или лекции. Потому что часто люди не понимают, что это не может быть просто технически снято на одну камеру. Потому что, вот, например, Алексей меня сейчас снимает на одну камеру, и все, на всем протяжении на этой камере будет одна и та же картинка. Девушка с микрофоном в розовой кофточке стоит и показывает на экран. Вот, собственно, все. Это прекрасное, замечательное видео никак не может быть материалом для монтажа видеороликов. Вы сами прекрасно понимаете, что в видеоролике очень много элементов, фрагментов. То есть там планы меняются каждые три секунды. И мы потом, когда я закончу свою пламенную речь, мы посмотрим. Вот ролик один, как раз вот этот вот стоп-кадр из этого ролика. Вы увидите, до какой степени и скольких единиц разного-разного всего отснятого состоит, ролик, там, длиной пять минут. И когда, так сказать, у меня просят, на что надо снять какое-то мероприятие, я всегда задаю первый вопрос. Мы снимаем все подряд или снимаем, ну, как бы мы снимаем, делаем сквозную съемку или репортажную? Что я имею в виду? Сквозная съемка – это вот такая съемка, где снимается только происходящее вот в одной плоскости, вот фактически театр на одним планом, всех три с половиной часа. А репортажная съемка, а мне говорят, а можно и то, и то? Я говорю, ну, можно, если у вас есть две камеры, мы сделаем и то, и то. У меня есть одна камера, я могу, вот скажите, как мне для вас это объяснять, как вы хотите. Часто бывает, что говорят, ну, давай, ой, мы хотим репортаж, давай я репортажную. Я говорю, ну, хорошо, давай я репортажную. И я начинаю вот, согласно вот этой вот азбуке разных планов и точек съемок, носиться вот так вот, вот по кругу снимаю, потом так снимаю, потом так снимаю, потом так снимаю, вот так вот камеру, потом глаза крупные, руки, ноги, там, и куча-куча-куча деталей. Вот, потом я монтирую этот ролик, а потом мне задают вопрос, а вот у нас там вот были дебаты, и нам не нужны целиком дебаты, вот как я там с кем-то дебатировала бы, а целиком ничего нет. Вот, пожалуйста, кусочки. Вот, это репортажная съемка. Соответственно, если вам нужно, чтобы все было от и до до истории, или потом, может, вы будете это пересматривать, расшифровывать, или что-то делать на основании этого материала. Это, значит, вот так вот камера стоит и сидит человек и снимает все с одной точки от и до. А репортажная камера, она вторая. То есть кто-то другой должен выбирать вот это огромное количество мозаику, которая потом станет материалом для вашего ролика. Итак, значит, интервью. Соответственно, в этом ролике, кроме так называемого лайфа, а лайф – это, ну, собственно, все, что происходит, то, что снимается, ну, здесь и сейчас, в режиме реального времени. Также рекомендуется взять какое-то количество интервью у людей, которые расскажут вам об этом событии. Это могут быть организаторы, это могут быть участники, это могут быть приглашенные гости. Но, в общем, все они что-то должны рассказать. Вот, собственно, пример того, как может быть конскадрирована беседа с этим человеком. Вот, если вы обратите внимание, вот это, ну, практически уже сверх крупный план, там, что голова теперь подрезана. То есть, вот это организатор мероприятия, о котором потом я вам включу ролик. Ростислав Балиджан, и он говорит такие очень вещи, ну, как бы важные, и я не хотела взять его покрупнее. Вот, это разные участники, вот, ну, это просто мероприятие, которое проходило в таком очень интересном месте, в Ярославле. И там было просто, ну, просто прикольные фоны, или фоны. В общем-то, вот, когда вы снимаете героя, ну, вот берете интервью, надо следить, что там есть в зале на фонах. То есть, потому что эти фоны, они тоже дают какое-то настроение. И, как меня учили в телешколе, когда ты снимаешь человека, у него в кадре должно быть одно ухо, два глаза. Вот, вот буквально какой-то человек. Что мы видим? Вот его два глаза и одно ухо в кадре. Ну, вот здесь немножечко более фаз снятый на тайге. Ну, вот это тоже, соотнически одно ухо, два глаза. То есть, он немножечко, как бы, вот, фуллбар, вот, чуть-чуть вот так вот, 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 вот так вот отсюда снимаете. И он смотрит на вас, и не прямо, не прямо вот так вот в кадре, а чуть-чуть вот. И тогда есть, ну, как-то, ощущение легкости вот в этой беседе, ну, это такие вот, ну, прямо совсем азы того, как правильно снять человека. На самом деле, снять его можно вообще как угодно. Я вам просто рассказываю какие-то классические приемы. Вы можете их использовать, вы можете их не использовать. Ну, просто как-то приятно, кстати. Вот, следующий слайд. И вопросы, о чем спрашивать человека, по которому вы берете интервью. Ну, вот, я здесь определила на две, как бы, ключевые группы. Это организаторы и участники. Вы можете задать эти три вопроса или какие-то другие. Ну, вот, кому не видно, просто озвучено. Если организатор, как пришла идея, идея, ну, того, что происходит, чего стоило это организовать, вот этот вопрос, хорошо такой, как бы, ну, сразу бросает отвечающего какие-то воспоминания. Если действительно это стоило усилий что-то организовать, ну, он может как-то вот интересно вам ответить. И зачем все это было, то есть, ну, ради чего вот это вот все? Вот вы столько сил потратили, а зачем? И он начинает вам рассказывать про какие-то свои будущие надежды, про то, что вот, в общем, и ваша задача получить с него какие-то ответы, ну, не банальные, не банальные, чтобы какая-то эмоция прозвучала в его ответе, чтобы он, ну, как-то, может быть, задумался. Ну, вообще, всегда это потом интересно эмоцировать, и человек живой. У вас в кадре будет живой человек, а не какой-то робот, который отвечает за ученными фразами. Если участник, ну, тут тоже вопросы, в принципе, они простые. Что вы тут делали, что вам это дало? Вот вы поучаствовали в этом мероприятии, здесь вот, ну, как-то, какая-то акция, не знаю, что это, и вы что-то получили от этого, расскажите, что вам это дало. И что вы собираетесь с этим делать дальше? Ну, то есть, в общем-то, по большому счету, мы пытаемся у них у всех понять, зачем вы здесь, и что дальше, собственно, о чем история будет дальше. Вот, ну, это, по-моему, последний слайд, да? Вот, я сейчас предлагаю просто посмотреть тот, ну, как бы, ролик с мероприятия, и вы немножко, ну, вот, потом увидите, из чего состоялся, стоит он, из каких кусочков, ну, я потом могу там прокомментировать ответы вопросы. Там где? А вот он тоже там. А там где? Нет, нет, нет. Давай. Есть ли я их? Есть ли я их? Есть ли я их? Есть ли я их? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...